С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Участок грунтовой дороги от туристического центра до развилки на Усинск стал труднопроходимым из-за КАМАЗов, задействованных на строительстве дороги на Ринмарусинск. Сколько еще времени окружным водителям придется терпеть неудобства. Летом многие жители региона все чаще пользуются велосипедами в качестве средства передвижения. О том, как не стать жертвой ДТП и оградить себя от кражи двухколесной машины, мы расскажем в нашем материале. Приемная кампания в средних профессиональных образовательных учреждениях округа подходит к концу. Какими специальностями могут овладеть нынешние абитуриенты, расскажем подробнее. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. На территории региона, по данным на утро текущего дня, зарегистрировано 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие – сотрудники нефтедобывающей компании на месторождении в Харьяге. По данным окружного профильного департамента, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 297 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 243 человека. В настоящее время на лечении находится 51 пациент. 13 из них получают стационарное лечение в отделении Ненецкой окружной больницы. 38 человек проходят лечение амбулаторно. На самоизоляции в Нарьенмаре и поселке Искатели в настоящее время находятся 500 человек. За последние сутки сняты с контроля 64 человека. В связи с продлением на территории Ненецкого округа режима повышенной готовности до 30 августа возобновилась работа волонтерского штаба по оказанию помощи жителям города Нарьенмара в период пандемии. В первый летний месяц запрос на службу волонтеров стал пропадать. Однако в связи с большим количеством обращений от приезжающих из летних отпусков и находящихся на самоизоляции жителей региона, было принято решение продолжать работу штаба. Теперь при необходимости обратиться за помощью можно по номеру телефона 601-88. В индивидуальном порядке ребята наши волонтеры отрабатывают. Если кому-то нужна помощь на постоянной основе, если не могут помочь родные и близкие, то там есть такая возможность закрепления волонтера. И мы с каждым работаем индивидуально. В связи с тем, что сейчас в регионе продолжается период отпусков и многие волонтеры тоже выехали за пределы округа, в волонтерском центре есть определенные проблемы с поиском добровольцев. Если есть кто хочет помочь людям на самоизоляции, всегда мы их ждем у нас в молодежном центре. Также, если есть такая возможность у людей зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти обучение, потому что быть волонтером в период пандемии – это очень серьезное дело. И нужно знать, как в случае, если человек заражен, как самому не заразиться и также не стать разносчиком заразы. Напомню, номер телефона для обращения 601-88. Время работы с 8.30 до 17.30 в будние дни. 12 августа 2020 года в зале заседания избирательной комиссии Архангельской области состоялась жеребьевка, в результате которой определены даты и время выхода в эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов, зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Архангельской области, а также совместных агитационных мероприятий на каналах государственных организаций телерадиовещания. Каждому кандидату распределено по 30 минут бесплатного эфирного времени для трансляции агитационных роликов и по 30 минут на проведение дебатов. Эфирное время будет предоставлено ГТРК «Поморье», ГТРК «Поморье» в городе Нурьянмаре на канале «Россия-1», «Россия-24» и на радио «Россия», а также государственным бюджетным учреждением «Ненецкая телерадиовещательная компания» на телеканале «Север» и радиоканале «Север-ФМ». Предвыборная кампания на бесплатной основе в эфире «Севера» стартует в понедельник 17 августа. Напомним, 7 августа избирательная комиссия Архангельской области зарегистрировала шесть кандидатов на должность губернатора Архангельской области. До принятия постановления рабочая группа областного избиркома проверила достоверность подписей депутатов и глав муниципальных образований, собранных в поддержку выдвижения кандидатов на должность губернатора Архангельской области. Так, кандидатам Олегу Мандрыкину и Юрию Шевелеву было отказано в регистрации. Основанием для отказа в регистрации послужило отсутствие достаточного количества достоверных подписей муниципалов, необходимых для регистрации. Таким образом, избирательной комиссией Архангельской области зарегистрированы следующие кандидаты на должность губернатора региона. Ирина Черкова. Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Архангельской области. Выборы губернатора Архангельской области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Строительство долгожданной дороги до Усинска уже который месяц приносит неудобства окружным водителям. Участок грунтовой дороги от туристического центра до развилки на Усинск с 6 по 13 километр почти весь разбит КАМАЗами-тяжеловесами. Александра Литкова продолжит. Небольшой участок Лаевожской дороги ежедневно бороздят 30 груженных КАМАЗов. Техника везет все необходимое для строительства дороги на Ринмар-Усинск. Однако местным водителям на легковом транспорте приходится нелегко. Очень плохая. Да? Да. А вы ездили вот оттуда до развилки? До развилки доехали, да. Да, и как там? Очень плохая. Очень плохая дорога. Вообще невозможно ездить. Буквально позавчера выходил специально на дорогу, останавливался почти выше колена даже, это колья. Ехать вообще невозможно. Подвеска разлетается на раз. Бампера можно оставить, колеса, все что угодно. Выравнивание грейдером данного участка выполняется постоянно в течение дня, но толку от этого нет. Вчера вот ездили в сторону Красного, все дороги разбиты, и там даже у знакомых застряли, там что-то машину поломали даже. Почему не следят за этим? Хотя бы вот единственная дорога, которая связывающая Ринмар с селами. Я выезжаю регулярно, да и многие выезжают, и выглядит это просто похабно, если я культурным языком выражаюсь, потому что даже на моем внедорожнике проехать сложно. Что касается участка дороги от развилки на Усинск до Красного, то здесь положение намного лучше, и жалоб от водителей не поступает. Ежедневно на этом участке работают пять единиц техники и бригада из семи человек. Выполняются работы по засыпке щебнем ям, потом по окашиванию откосов зелени и очистка, запесочивание барьерных ограждений. Впрочем, проблемы с проездом на этом участке ежегодно появляются с приходом осени, когда в районе реки Хундюк из-за дождя и снега о себе напоминают нанотехнологии, примененные здесь несколько лет назад. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Владислав Ткачев, Телеканал Север. В Ненецком округе участились случаи наезда на велосипедистов автотранспортом, а также кражи велосипедов. О том, как защитить себя от подобных ситуаций, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Александр Иванов ежедневно колесит на своем байке из города в поселок Исказилий. Опасных промежутков на данном участке дороги много, признается молодой человек. При том, что проезд по обочине, по словам Александра, попросту невозможен из-за песчаных заносов. Надо как в больших городах отдельную часть велосипедистов сделать, а не так, чтобы мы ехали, например, по дороге или по обочине. По обочине тяжело, а по дороге опасно. Для своей же безопасности велосипедисты используют верхнюю одежду со светоотражающими элементами, а также часто украшают свои байки, катафотами и прочими атрибутами для предупреждения водителей автомобилей. Никита Ордиев достаточно часто передвигается на велосипеде, поэтому много знает о правилах безопасности. Во многих странах существует традиция устанавливать памятные знаки в местах трагической гибели велосипедистов под колесами автомобилей. Как правило, это байк, покрашенный в белый цвет, из-за чего их еще называют велосипедами-призраками. Чтобы такие памятные знаки не появлялись, необходимо всем участникам дорожного движения соблюдать ПДД. С начала текущего года, по состоянию 14 августа 2020 года, на территории Нейского автономного округа зарегистрировано 22 ДТП, в которых 22 человека получили телесные повреждения. С участием велосипедистов зарегистрировано одно ДТП, и одно ДТП зарегистрировано, когда велосипедист, пересекая прежнюю часть, спешился с велосипеда и пересекал, ведя велосипед рядом с собой. В первом случае, значит, вина водителя, так как он неправильно выбрал скорость, в связи с чем совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В втором случае, вина непосредственно велосипедиста, так как при пресечении прежней части велосипедист двигался по пешеходному переходу на велосипеде в нарушении требований правил дорожного движения. Бдительность не помешает не только на дороге, но и при хранении транспорта. Краши велосипедов, детских колясок и другого подобного транспорта происходят чаще всего из подъездов жилых домов, школьных и дошкольных учреждений, а также с территории, прилегающей к магазинам и учреждениям на территории округа. В текущем году зарегистрировано 8 фактов хищения, связанных с велосипедами, самокатами, в том числе и запчастями к ним. Злоумышленники пользуются беспечностью владельцев, оставляющих свои велосипеды, самокаты в подъездах и на улице, зачастую без использования велосипедных замков, блокирующих устройств. Для того, чтобы защитить свои транспортные средства от угона, необходимо воспользоваться средствами защиты. Это скобы, трос, цепи и замки, которые помогут снизить вероятность угона. Пристегивайте велосипед в людном месте. Используйте два замка. Основной V-образной скобой пристегивайте раму, а вторым устройством – раму и колесо. Полностью обезопасить себя от краж велосипедов, самокатов невозможно. Но можно соблюсти простые правила, которые позволят сохранить свое имущество или свести к минимуму совершение в отношении вас преступления. Для парковки велосипеда выбирайте охраняемые безопасные места. Не оставляйте велосипеды в подъездах, жилых домах, в надежде на то, что кодовый замок или домофон помешают преступнику похитить имущество. Кражи из подъездов самые распространенные. Если же все-таки у вас угнали двухколесный транспорт, не стоит терять времени. Следует срочно позвонить в полицию. Необходимо указать место, время и другие обстоятельства кражи. Вы должны знать марку, модель, год выпуска велосипеда, тип тормозов, расцветку, номер рамы, ростовку, особые приметы и фотографию велосипеда. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». С начала 2020 года многодетные семьи в Ненецком округе получили сертификаты на материнский капитал на общую сумму порядка 50 миллионов рублей. Речь идет о семьях, которые уже получали региональный маткапитал на третьего ребенка и в которых родились четвертые и последующие дети. Право на повторное получение сертификата на окружной материнский капитал у многодетных семей появилось в прошлом году, когда в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, были внесены поправки, согласно которым с 1 ноября 2019 года региональный материнский семейный капитал в Ненецком округе начал предоставляться на каждого новорожденного или усыновленного ребенка многодетной семьи. До этого момента получить сертификат можно было только один раз на третьего или одного из последующих детей. Сертификат на региональный материнский капитал могут получить жители округа, проживающие здесь не менее трех лет до рождения или усыновления ребенка. Срок обращения с заявлением о выдаче сертификата не ограничен. По истечении одного года со дня рождения ребенка можно подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала, а на некоторые цели средствами можно распоряжаться, не дожидаясь года. В 2020 году сумма сертификата на окружной материнский капитал составляет 379 911 рублей. В средних профессиональных образовательных учреждениях Ненецкого округа завершается приемная кампания. Документы от потенциальных студентов принимают до 15 августа в профучилище, социально-гуманитарном колледже и аграрно-экономическом техникуме. Лето – волнительный период для абитуриентов. Необходимо успешно сдать экзамены и определиться с местом поступления. В Ненецком округе документы от потенциальных студентов принимают в профессиональном училище, социально-гуманитарном колледже и аграрно-экономическом техникуме. Всего в регионе выделено 300 бюджетных мест. Планируется открытие и платных групп. В техникум можно поступить на базе основного общего образования. Бюджетные места есть по специальностям экономика и финансовый учёт, информационные системы и программирование, управление качеством продукции, процессов и услуг. Наиболее востребованное – поварское и кондитерское дело. Что касается платного обучения, в 2020 году впервые объявлен набор на специальность «Правоохранительная деятельность». Поступающим на это направление необходимо сдать вступительное испытание. Проводится в форме проверки физических данных на основе нормативов. Это бег на дистанцию 100 метров, 1000 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа для девушек и подтягивание для юношей. Результаты вступительного испытания оцениваются по зачётной системе. В Нинецком профессиональном училище будут набраны 4 бюджетные группы и 2 внебюджетные. Поступить можно после 9 и 11 класса. Обучают профессиям – автомеханик, машинист дорожных и строительных машин и сварщик. Платная группа откроется для будущих мастеров по ремонту и обслуживанию ЖКХ. В машинистах дорожных и строительных машин и автомеханиках сегодня достаточно уже много заявлений. То есть уже выстроился хороший конкурс на сварщика поменьше. Но сварщика объявили мы только на той неделе. Нам дали дополнительно бюджетные места. И ребята вот за вчерашний день уже 10 заявлений. И сегодня вот сейчас идут. Поэтому я думаю, что мы эти группы, конечно же, наберём. Также здесь проводится обучение по специальности технология парикмахерского искусства. Чтобы стать студентом этого направления, необходимо сдать творческий экзамен, рисунок вечерней и фантазийной прически. Технология парикмахерского искусства. Обучение на ней будет 3 года и 10 месяцев. Почти 4 года. Но они выходят не просто с профессии, как раньше парикмахер, а парикмахер-модельер. И достаточно большой круг у них сопутствующих ещё профессиональных навыков и компетенций. Это и по дизайну, это визажиста, это, несомненно, и ногтевой дизайн и так далее. По словам директора образовательного учреждения, выпускники училища востребованы в регионе. Порядка 60% устраиваются по профессии. В социально-гуманитарном колледже также выделено 100 бюджетных мест. На базе 9 классов 3 специальности мы набираем. Это дошкольное образование, дизайн группа и сетевое системное администрирование. И на базе 11 классов мы приглашаем на специальность сестринское дело. Кроме того, мы объявили набор на 2 группы заочного обучения. Это документационное обеспечение и архивоведение, и 2 группы библиотековедения. На очную форму обучения на базе 11 классов мы предлагаем платную форму обучения по специальности финансы. Вступительные экзамены есть по двум специальностям. Они пройдут 12-13 августа. Для направления дизайн – это творческое испытание. Будет сделана постановка композиции, и абитуриенты покажут свои навыки в рисовании, умении передавать перспективу. А желающие поступить на сестринское дело пройдут собеседование. После завершения учёбы – естественная проблема – поиск работы. В колледже стараются помогать выпускникам. У нас есть базовый ресурсный центр трудоустройства выпускников, и поэтому, когда студенты у нас подходят уже к окончанию, мы обязательно ищем возможность их трудоустроить. Через центр трудоустройства занимается у нас специально этим человек, и многие студенты трудоустроены. Документы можно подать очно или же отправить по электронной почте. Если абитуриент поступает на разные направления в несколько образовательных учреждений, то при подаче документов предоставляется копия аттестата о школьном образовании. Но к 14 августа нужно определиться с местом поступления и принести оригинал. 15 августа уже будут приказы зачисления в среднеспециальные учебные заведения. Зачисление осуществляется по конкурсу аттестатов. Дарья Чупрова, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал «Север». В августе православные отмечают сразу три праздника, называемых в народе медовый, яблочный и ореховый спас. Сегодня, 14 августа, празднуют первый из них – медовый, который еще называют маковым, и спасом на воде. Именно в этот день начинается Успенский пост. Он установлен в преддверии праздника Успения Богородицы 28 августа. Пост хоть и короткий, но такой же строгий, как Великий пост. Запрещается употреблять мясные и молочные продукты, яйца, рыбу. Разрешена пища растительного происхождения. Своё народное название «Медовый спас» праздник получил благодаря тому, что после литургии в этот день был обычай освящать воду и мед. Именно в это время пчеловоды начинали его собирать. Освященными дарами делились с нуждающимися, а после богослужения следовало постное застолье. Также было принято светить букеты из васильков и бархатцев. Люди приносили их домой, засушивали и хранили в качестве оберегов. Хозяйки готовили праздничные угощения – маковые булочки, блины, пироги и печенье. Считалось, что вода в этот день обладала целебной силой, поэтому крестьяне купались не только сами, но и мыли домашнюю скотину, чтобы уберечь её от падежа. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.